Водитель грузовика, сбивший дорожного рабочего под Тольятти, был лишен прав. Стали известны подробности аварии, которая произошла в Ставропольском районе. 26-летний водитель грузовика Volvo FM, житель Саратовской области, двигался по трассе М5 Урал со стороны Самары в сторону Тольятти. По версии полицейских, он проявил невнимательность, врезался в газель и снес металлические ограждения. Пострадал дорожный рабочий, его доставили в реанимацию больницы Середавина. В Самаре 58-летнему врачу-анестезиологу частной клиники предъявили обвинение в изнасиловании пациентки. Напомним, инцидент произошел 2 августа. Девушка пришла в клинику, чтобы сделать операцию по коррекции груди. По версии следствия, врач, воспользовавшись беспомощным положением пациентки, которая была под общим наркозом, изнасиловал ее. Сейчас Черников находится под домашним арестом. Свои вины он не отрицает, а произошедшее объясняет сиюминутным порывом, инстинктом, с которым не смог справиться. По уголовному делу продолжаются экспертизы. Жители Самарской области призывают активнее делать прививки от гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги вакцинации населения. На данный момент медикам удалось привить всего 14,5% жителей, а планировалось 43%. Врачи призывают население и работодатели принять активное участие в сезонной вакцинации, поскольку она позволяет предотвратить заболевания, избежать смертельных исходов и серьезных осложнений. Напомним, за минувшую неделю медики региона зарегистрировали почти 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Половина из них в Самаре. Три школы закрыты на карантин. На московском шоссе запретят правые повороты. Запрещающие знаки уже появились на перекрестке с улицы Георгия Димитрова. В дальнейшем их установят на пересечении с улицы Зои Космодемьянской. Таким образом, водителям придется съезжать с центральных полос на дублеры и уже оттуда сворачивать на прилегающие улицы. Кроме того, в ближайшее время большинство остановок общественного транспорта от проспекта Кирова до микрорайона крутые ключи перенесут на дублеры. Движение трамваев от Барбошиной Поляны до 15 микрорайона будет закрыто с полуночи 30 сентября до 4 утра 2 октября. Это связано с тем, что на новой трамвайной линии к стадиону Самара-Арена сооружают стрелочные устройства. Изменения затронут маршруты трамваев 22, 24, 25. Кроме того, будет увеличено количество составов и сокращены интервалы движения маршрутов под номерами 5, 11, 12, 20. Продолжение следует...